Всем привет, с вами Алис Канабель. Работаем с картами, с упором оказывается погода на ближайшие дни, делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с чистоты воздуха и смотрим Северную Америку. В общем-то ситуация вполне нормализуется. Но есть какие-то вот здесь очаги, да, вот здесь пыльно на юго-востоке, потому что, наверное, давно не было у них осадков. И вот тут вот уже к ним... Но он не дойдет до них, да, конечно, здесь идет ураган. Вот, он в лучшем случае пройдет вот здесь вот по северу-востоку, может быть, самый восток Канады заденет. Но вот здесь что-то дымит регулярно со стороны Мексики. Перу, вот здесь вот новый очаг мы видим в Перу образовался. Так, в Бразилии, в Боливии все без изменений. То же самое в Южной Африке. Смотрим, что у нас в Сахаре. Здесь вот, да, циклон выходит из Маврикии. Мавритании, извините, Мавритании. И, соответственно, он, во-первых, выйдет в океан, может там циклон перерасти в нормальный, уже полноценный. Ну и сейчас вот в Мавритании он оказывает влияние в виде полевой бури. В Саудовской Аравии все прекрасно. Вы знаете, там даже удивительные новости. Они уже сравнивают даже количество осадков, которые даже тренды какие-то выставляют. Да, видно здесь опять область низкого давления. Здесь что-то в районе Каспия возгорелось, непонятно, в западном Казахстане. Что это? Ну, я думаю, с нефтью что-то связано. Так, здесь Ямала традиционная. Здесь, да, кстати, на Алтае, смотрите, на Алтае не было вот этих очагов. Появились очаги. Ну, не знаю, волна вот эта сухая прошла, горячего воздуха, может быть, с этим связано. Кстати, ее очень хорошо описывали вот в комментариях, да. Вот, допустим, Алтайский край, Камень на Аби, вот, пишут, что плюс 4, а сегодня ночью, да, было лунная и звездная ночь. Днем плюс 24, а завтра будет 28. Представьте, почти 30 градусов на Алтае, Камень на Аби, населенный пункт. А в понедельник всего плюс 6. Вот, видите, какой резкий перепад температуры. Ну, и соточный ход тоже довольно-таки большой. Вот, так что, видно, проходит эта волна тепла. Также с Урала пишут, там вот, Ильдар Сабиров пишет, что, соответственно, сейчас жара под 30 градусов. А будет на следующей неделе, во вторник-среду, уже будут морозы. Уже до минус 5, минус 6. Резкие перепады. Так. А давайте теперь смотреть дальше. Здесь котловиня у нас опять вот с восточной части. Почему-то в основном в восточной части вот идет ветер. И смотрите, как любит здесь циклон засесть, и он оттуда не вылезает. Он практически вот как вот лег в какое-то ложе. Да, удивительная картина. Восточная Китай. Ну, здесь как-то все чище и чище воздух становится. В Индии, ну, просыхает Индия по чуть-чуть. В Австралии все нормально. Так, давай теперь посмотрим, где какие у нас дожди и грозы. У нас сейчас неприятные дожди. Это в восточной Европе. Преимущественно большая часть это в Украине. Вот здесь вот на севере. Вот юзер пишет. Дожди, дожди. Не люблю такую депрессивную погоду. И дальше по прогнозу дождь. Восточная Украина. Ну, в Харькове вот живет. Также мы видим дожди сейчас вот здесь в восточном Черноморье. Кавказ. Вот здесь за Кавказ. Тут даже грозы кое-где возможны. В Испании небольшие вот здесь локальные грозы. Ну, вот в Санкт-Петербурге Егор наслаждается погодой. Это верно он пишет. Ну, отлично. Оксана Ше пишет. Благодарю за обзор, Алекс. Пожалуйста. И то же самое Никита из Казахстана пишет. Алекс, спасибо. Ну, а мы с вами смотрим. Вот он, проказник этот, который вызывал торнадо. Сейчас он находится вот у новой земли уже между Ямалом и новой земля. Смотрите, здесь он нашел все пристанище. И еще жив и здоров. И вот здесь даже влияет на Северную Сибирь, на Таймыр, вызывая безобразие. А Южная Сибирь здесь мы видим антициклон. Хотя вот в горах Средней Азии здесь тоже высокое давление. Но видно грозы, грозы здесь происходят. В Восточной Сибири мы видим здесь непогода такая. Причем с холодком, где уже в горах снежок. То же самое в Якутии мы видим снежок. В Северной и Восточной части Чукотка. Вот сюда вот дошел этот остатки тайфуна из Магадана на Чукотку. Так, смотрим в Индии, в Восточной части грозы. Индонезия, Папа традиционно. Сезон сейчас мокрый. Ну и смотрим Восточную Австралию. Здесь тоже область низкого давления. На Дновой Зеландии здесь высокое давление. Вроде бы как зафиксировалось. Пришел довольно-таки мощный циклон на юг Аляски. Вот здесь, особенно побережье. Здесь горные долины. Прямо проливает хорошо. То есть, здесь возможны у них какие-то локальные катастрофы. В районе Гудзонова залива здесь любят циклоны сосредотачиваться. Ну и здесь, соответственно, тоже мы видим дожди. Южнее грозы. Здесь на настройке Канады тоже циклон находится. Ну что, все внимание вот этому урагану. Куда он пойдет, были сообщения о том, что он, в общем-то, это Фиона устроил в Пуэрто-Рико 3,3 миллиона обесточенных до сих пор. Вот. И как минимум 5 человек погибло. Вот. Причем он там тоже через острова проходил этот ураган. И тоже, да, острова называются Теркск и Кайкос. Вот. На юго-восток от США. Ну где-то вот здесь вот. И, соответственно, там были порывы ветра 220 километров в час. Ну нехило, да? Так согласитесь. Довольно-таки мощная наблюдается непогода. Ну а мы с вами идем дальше. Давайте теперь посмотрим Южную Америку. Здесь на границе Бразилии Парагвая грозовая система. На юге здесь еще такой дождь со снегом. Холодно, холодно в южном полушарии. О, смотрите, экватор стремится на юг. Прямо мощная, смотрите. Всю это Конго уже захватил. Идет даже на север Анголы. Потихонечку здесь грозы первые появляются. То есть скоро сезон гроз закончится. Ну вот Сенегал, Мавритания, Сенегал. Здесь сейчас вот выход этого циклона. Посмотрим, что к чему. Ну и смотрим, вот здесь вот тоже какая-то депрессия. Может быть, перерастет в шторм. И наблюдаем, что здесь в Мексиканском заливе пока ничего нет. Так, ну что, давай теперь посмотрим, как дела у нас будут сегодня ночью на планете. Стоит на месте, никуда не движется эта Фиона. Вот, практически все в одной паре. А вот этот циклон от Гудзону залез, смотрите, какой отрастил хвост. Хвост у него аж идет аж вот сюда, до Мексики. Видите, вот так вот изогнутый. Вот, на несколько тысяч километров. И в зоне вот этого хвоста пройдут грозы. Ну, вот максимум здесь до севера Техаса дойдут. В самом Техасе мы видим гроз пока нет. Ну, посмотрим, что еще будет завтра. Этот циклон, смотрите, он решил вернуться. Вернуться, там, наверное, некомфортно над этими северными морями. Решил вернуться сюда. Пошел опускаться на юг Ямала. Ну, и здесь вот Чукотка, Якутия. Здесь, конечно, непогода. И, кстати, вот с Кавказа тоже выходит непогода. Сюда, в сторону Нижней Волги или Сты, вот в этот район. Видно, что ночью там, возможно, тоже какая-то непогода. Так, и завтра вокруг Черного моря также продолжится Украина. Запад России будет непогода. Центральная Европа, Западная Европа пока здесь стоит антициклон. Но обратите внимание на такую фишку, что антициклон, он не соединяется с Азорскими островами. Вот Азорский антициклон. Видите, он над Азорскими островами. Он практически смят. Его нет. Ну, вот здесь чуть севернее есть, его товарищ чуть побольше. Но в любом случае, они даже до Ирландии не достают. Даже до Португалии не достают толком. Вот. Хотя в норме в конце сентября он должен составлять свое влияние вот на всю Европу. Практически чуть не до Урала. Высокое давление должно быть. И что это означает? Практически какое значение это явление заключается в том, что бабьего лета не будет. Будут вот эти вот перепады. То есть, циклона будут идти. Перед циклоном будет резкое какое-то потепление на несколько часов буквально. А и потом резкий обвал холод. Вот такая вот картина пока ожидается. До конца сентября точно. То есть, она не изменится. Это точно. Так, ну что. А этот медленно-медленно движется к северу. То есть, не торопится товарищ, товарищ. Не торопится абсолютно. Давайте теперь смотреть, где какие температуры у нас. Видно, что тепло сейчас вокруг Казахстана. Прямо вот так вот по периферии. Да, где-то до тысячи километров от границы Казахстана. Здесь вокруг Каспия. И вот так вот пошло. Не одно исключение. Это вот Краснодарский край, Ростовская область. Вот. Все, что севернее, здесь уже попрохладнее. Севернее, западнее. Но, конечно, Южный Урал наслаждается. Сейчас тепло. Там вот могут под тридцатки быть температуры. Ну, 25 как минимум. То же самое Омск. Вот Южная Сибирь. Выходит даже вот сюда куда-то. В Колпашу, Вертикос. А уже на восток, от Новосибирска, здесь уже другая история. Допустим, в Абакан все плюс 12. Красноярск плюс 12. А в Иркутске-то всего плюс 7. И ветер совсем другой. Смотрите, что здесь окружает и как. И, в общем-то, в Якутске всего 0 градусов. Вот такие вот дела. Так, ну что, давайте теперь... Да, давайте посмотрим, что в Штатах происходит. Ну, сейчас довольно-таки теплые. Ночь, такое раннее утро. Вот здесь на Великих Равнинах. Тепло. В Техасе очень тепло. Да, здесь в Аризоне тоже холод. Пока только вот здесь по северо-западу. Либо вот на крайнем востоке Канады, в северо-востоке США. Теперь давайте посмотрим. Это будет у нас дневные температуры. А вот днем здесь интересные картины. То есть, жара уже не полезет наверх. Оно как бы ограничится. Вот видно, здесь будет такой как раз вот этот хвост от циклона. И в нем будет как раз ограничивать движение тепла на север. Видите? Только от Великих озер. Вот у Аризона такая вот линия происходит. А все, что севернее, здесь уже прохладнее. Хотя вот есть небольшое исключение. Какое-то локальное. Здесь на западе Канады. Здесь в предгорьях. Здесь довольно-таки тепло еще. Ночь будет холодная в Восточной Сибири. В Якутии, Чукотке. А в остальной части Сибири довольно-таки теплая будет. За исключением северных районов. Но видно, что морозы здесь пошли уже в районе Ухты. И даже подходит к Архангельской области потихонечку. Довольно-таки прохладно в Европе. Сегодня было опять где-то в районе плюс пяти. И сегодня все были одеты. Там велосипедисты вообще страшно смотреть было. По три шапки, еще капюшон, несколько курток. Я на самокате катался с утра. Прям восхищался этими картинами. И смотрите, довольно-таки теплое у нас Каспийское море. Прям вот очень теплое. Удивительно. Завтрашний день опять подарит тепло вокруг Казахстана. Вот Южного Урала, Южной Сибири. Чуть-чуть вот сюда даже на восток немножко задует совсем чуть-чуть. Не слишком сильно. Вот пока видно, что бабье лето в Средней Азии сейчас. Но там оно мало чем отличается от настоящего лета. То есть здесь за 30 градусов, 35 градусов кое-где возможно. Поэтому там все прекрасно. Более-менее тепло вот в Испании, Южная Франция. А так в Европе довольно-таки бодрое и холоднее. Необычно даже считается, что здесь сейчас стратосферный мешок завис над Западной Европой. И все нормально. Ненормальный сезон уже идет по холодному сценарию. Ну и видим, что завтра ночь будет тоже такая бодрая на большей части США. Вот только Южные Штаты. То есть чувствуется разница между Северными и Южными Штатами. Ну а мы с вами давайте смотрим на то уже 30 сентября. Последний день сентября. И здесь, смотрите, зима уже пытается подобраться к Уралу. Прям вот захватывает всю Сибирь, даже северный Казахстан. Вот смещается тепло вот сюда. Здесь ближе к Каспию, к Туркменистану. Но зато вот здесь юг России и юг Украины еще более-менее радуются прекрасной погоде. Хотя вот тепло даже с юга России, смотрите, идет на Санкт-Петербург таким лучом. Луч тепла практически, да? Ну а в Западной Европе такая нормальная, умеренная осень. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прогноза. А с вами был Алекс, канал Бегерлаб. Отличного проживания.